Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Первую декаду мая Совет Равинов Европы активно потрудился на ниве межконфессионального взаимопонимания и терпимости. В начале месяца ведущие раввины стран Европы, Израиль и Россия провели свою конференцию в Риге, где рассмотрели проблемы антисемитизма и ограничения свободы религий в некоторых странах Европы. А затем отправились в Тунис, где встретились с мусульманскими лидерами страны. А с нами на линии главный раввин Москвы, представитель Совета раввинов Европы, раввин Пинхас Гольдшмидт. Рад вас приветствовать, Рав Пинхас. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Рав Пинхас, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то, ну скажем так, особые причины, по которым Совет раввинов Европы собрался в Риге? Может быть, для рассмотрения вопроса о запрете обрезания в Исландии или польского закона о Холокосте больше подходили бы именно эти страны? Мы встречаемся каждые полгода. Наши исполком встречаются каждые полгода в какой столице. И последняя встреча была в Монако, в Монте-Карло. И мы сейчас решили тоже первый раз в нашей истории посещать Препартистские республики. На самом деле, мы хотели встретиться в Вильнюсе. Но там, к сожалению, есть большой драк внутри еврейской общины. И они там, еврейская община, они уволили три раввина в последние годы. Мы решили собираться именно в Риге. Во время Совета раввинов Европы в Риге, насколько я знаю, вы встречались с президентом Латвии, с министром иностранных дел этой страны. Скажите, пожалуйста, обсуждалось ли и в ходе конференции, и во время этих встреч с руководителями Латвии письмо 57 американских конгрессменов в госдеп США, озабоченных ростом антисемитизма и искажения Холокоста в некоторых странах Европы, в первую очередь таких, как Украина, Польша и страны Балтии? Мы не обсудили это письмо американское, поскольку мы не являемся американцами, наши раввины европейцы. Но мы подняли вопрос именно о марш ветеранов-эсэсовцев в Риге. Мы подняли вопрос о роституции. Есть больше, чем 200 изданий в Риге, которые до сих пор не возвращали к еврейской общине. Этот вопрос мы подняли. Одно из латвийских изданий, русскоязычных, кстати, рассказывая о конференции европейских раввинов в Риге, сообщило, что, я цитирую, главной темой обсуждения был вопрос безопасности ношения экипы на улицах городов Европы. Готовы ли вы согласиться с таким мнением о Конгрессе и вообще, что решили раввины, в том числе и по этому поводу? Вопрос безопасности. Это огромный вопрос. Наши общины в Европе, они тратят большую часть своего бюджета для безопасности. Например, в Финляндии они тратят 50%. У меня сегодня был замглава еврейской общины Берлина. Из 7 миллионов евро, это годовой бюджет, они тратят 3 миллиона евро на безопасность. Значит, наша просьба к всем правительствам Европы участвовать, если они хотят, что еврейская жизнь процветает, им нужно участвовать в обеспечивании безопасности для еврейской общины. Раф Пинхас, еще один вопрос о конференции в Риге. Главный раввин Украины Яков Довблайх, отвечая во время конференции на вопрос журналиста российской независимой газеты о том, что изменилось в жизни украинских евреев после 2014 года, ответил так. Евреи стали гордиться тем, что они украинцы. Не усматриваете ли вы, ну скажем так, то, что принято называть сегодня некий когнитивный диссонанс в словах главного раввина Украины, особенно на фоне отчета Министерства абсорбции Израиля о росте антисемитизма именно на Украине? Ну, я думаю, что можно ожидать от местного, от главного раввин страны, что показал свой патриотизм стране. Это ожидание, как мы ожидаем от главного раввина Франции, что он тоже был французский патриот, не только еврейский патриот. Но при этом хочу сказать, что евреи, живущие вне России, но, например, в Украине, Белоруссии и Прибалтике, они на самом деле носят, они носители три культуры. И еврейская культура, и российская культура, или русская культура, и как тоже культура этой страны, в которой они живут. Поэтому обычные евреи, живущие в Украине, они не говорят между собой по-украински, они говорят между собой по-русски. И при этом они насилили эти три культуры. Теперь вопрос о поездке группы раввинов в Тунис. В официальном пресс-релизе приводятся ваши слова по этому поводу. Интернет разрушает стены между странами, религиями, разными слоями общества. Поэтому важно встречаться и развивать отношения между мусульманами и евреями. Наш визит в Тунис – доказательство того, что мусульманская сторона в этом также заинтересована. У меня два вопроса в одном. Во-первых, была ли делегация раввинов Совета Европы принята в Тунисе на таком же высоком уровне, как в Риге? Я имею в виду руководство страны. И во-вторых, когда вы говорите о мусульманской стороне, о какой мусульманской стороне вы говорите? О шиитах или суннитах? Это к вопросу о том, что в Тунисе проживает 95% населения, это мусульмане-суниты. Я думаю, мы были приглашены в правительство Тунисе, которое было очень заинтересовано в поездке и визит делегации раввинов Европы в Тунисе. Они просили, что мы включили в этот состав делегации тоже граждане Израиля, раввины Израиля. И пустили туда тоже замглавы Всемирной сферонистской организации, глава Всемирной ликуда и тоже корреспонденты израильской радио и так далее. Поэтому я считаю, что этот визит носил какой-то исторический характер. И когда я сказал, что стены разрушаются между странами и религией, я выступил на межрелигиозной конференции против терроризма, которые были организованы в правительстве Туниса, где тоже посещали премьер-министра и разы министра правительства Туниса. И я там тоже выступил, говорил с главной муфтей Туниса. И я начал свое выступление следующим образом. Я сказал, что одна из версий, как начался арабская весна, это на самом деле начался в 12-м году в Тунисе, это начался с того, как арабский мир видел, как в Израиле наказывают деятелей политики, которые коррумпированы. Их посадили бывший президент, бывший премьер-министр, и бывший министр финансов, и так далее, с самой высокой политикой, их наказали за коррупцию. И арабы, живущие на севере Африки, видели, что наши коррумпированные политики, они сидят до конца жизни. И это был повод для начала этой революции, которая называется арабская весна. И очень интересно, что это было воспринято очень внимательно от слушателей этой конференции, и они это не отрицали. И вот это пример, как уже благодаря интернету, благодаря этой вольной информации, которая доступа к каждому человеку, что происходит в одной стране, хотя нет никакой дипломатической отношения, это на самом деле в арабской стране, мы не забываем, что когда во время конца Первой Ливанской войны, Тунисия дала возможность найти беженца в Тунисе. Да, да, конечно, мы помним. И когда у нас были правительственные встречи в Тунисе, на высоком уровне, там мы видели, мы еще встретили в приемной там подарок, который дали Яса Рафата, премьер-министскую. Раф Пинхас, еще один вопрос, у меня к вам последний вопрос. 10 мая по обычному нашему григорианскому календарю, этот день пришелся на 26 яйара, день победы по еврейскому календарю, день спасения и освобождения от нацистской Германии, день победы. Как в Европе отметили именно 26 яйара, как в России его отметили? Хочу сказать, что это инициатива, это инициатива нашего дорогого Германа Рашбиловича Захаряева, замглавы нашей общины, который решил, что надо отметить конца войны и конца Ала Коста по еврейским календарю. Это 26 яйара. И очень интересно, что на самом деле есть разграждение в отношении День Победы между Западным миром, Америкой, США, Англией, Францией и Восточным миром, Советский Союз, потом Россией. На Западном мире отмечают 8 мая. Поскольку, когда подписали в Берлине капитуляцию, это еще был 8 мая, но в Москве это было 12 часов ночи, в Москве это уже 9 мая. Но, что очень интересно, что по еврейским календарю и 8, и 9, поскольку это было ночью, вы знаете, по еврейской традиции, где начинается вечер раньше, это была одна дата. Значит, мы по еврейской дате объединяем и 8, и 9. И, по-моему, именно сегодня, когда есть такое расхождение между Востоком и Западом, есть, которые говорят, что холодная война вернулась, думаю, что наша инициатива 26 января, она очень важна. Но хочу отметить, что мы не можем никак назвать этот день для нас День Победы. Мы не можем, мы не победили, мы остались живее. Погибли большинство евреев в Европе, большинство общин в Европе были разрушены, 6 миллионов евреев погибли. Для нас это не День Победы, но не День обсуждения, из канцлагеров, ГЭТО, из партизан, и каждый евреев спрятался в течение нескольких лет. Рак Пинха, спасибо огромное за это интервью, было действительно интересно, успехов вам в вашей благородной деятельности, спасибо, успехов и до новых встреч, спасибо, всего доброго. Спасибо, спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего доброго, до новых встреч. Спасибо.